Дзюдо Дзюдоисты Сибири. Во-вторых, тот факт, что на кону в перспективе ни много ни мало путевка на главный турнир четырехлетия – Олимпийские игры в Бразилии. Состав очень серьезный, потому что сейчас было такое указание в связи с тем, что чемпионат мира стартует в Челябинске 25-го 1-го сентября. Все остальные, кто первый на мир, второй не попадает, все стартуют вот на этих стартах и на чемпионат страны. И это будет до Олимпиады остается два года. Абсолютно не исключено, что из этих ребят кто-то или девочек может оказаться в сборной. Побороться за победу в чемпионате федерального округа в Центр олимпийской подготовки «Авангард» приехали 180 спортсменов из 10 регионов Сибири. В течение двух дней они соревновались в 14 весовых категориях – семью мужчин и семью женщин. Самую солидную делегацию на правах хозяев турнира представила Омская область. Спортивную честь нашего региона отстаивали почти 50 дзюдоистов. Традиции Омского дзюдо, они корнями уходят очень далеко. И у нас, если вспоминать имена наших заслуженных тренеров, спортсменов, то времени не хватит. И очень приятно то, что традиции дзюдо, нельзя сказать, что возрождаются, они очень сильно и серьезно поддерживаются. И со стороны министерства, и со стороны федерации, и со стороны людей, которые неравнодушны и любят этот вид. По итогам чемпионата Сибири места в сборной федерального округа получили сразу 8 омских спортсменов. Самым ярким выступлением отметился Александр Мартин, взявший золото в весовой категории до 66 килограммов. Также на счету омичей 3 серебряных и 4 бронзовых награды. Все омские медалисты теперь будут готовиться со сборной Сибири к чемпионату страны, который пройдет в сентябре в Ханты-Мансийске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!